Чуть-чуть сегодня задержка, потому что необычные обстоятельства, но дальше мы идем все-все как всегда. Итак, значит, сегодня у нас будет урок практического. Все, что происходит, мы знаем, все к лучшему, откуда мы знаем, что все, что происходит, все к лучшему. Это у нас был 11-й, 11-й у нас был инструмент радости, увеличение радости, он как раз и звучит все, что происходит, все к лучшему. И сегодня как раз я хочу сделать такой урок, у нас получается сегодня практическое занятие. Вот мы изучили 19 инструментов, как увеличивать радость. И это отлично, вчера даже мы были на шаббат у наших больших друзей-равинов Раф-Хан-Ох Лердер. Я ему рассказывал 19 инструментов увеличения радости. Им очень понравилось все. И потом, потом что? Потом ночью, это вчера было какое число? Получается, уже 14 апреля. 14 апреля вдруг начали, да, начали стрелять ракеты, стрелять начали ракеты. Была очень необычная такая ситуация, да, это не такая уж обычная ситуация, когда летит из Ирана, вдруг объявляют, что летит из Ирана там волны этих дронов, да, дронов, беспилотников. И, значит, и ракеты. И вот как раз вчера, 14 апреля, это ночью было, значит, как раз было время проверить, проверить, значит, было проверить, как работает вот эти вот 19 инструментов увеличения радости на практике. Потому что одно дело, когда ты сидишь спокойненько утром, пьешь кофе, все удобно. И увеличиваешь радость, и помогаешь людям увеличить радость. Но другое дело, когда в ситуации достаточно стрессовая, и интересно, что у меня была возможность сравнить состояние с 7 октября, да, 7 октября, это была Симхат-2, я очень хорошо помню, как 7 октября полетели ракеты, и что я тогда чувствовал, как я себя чувствовал. И вот вчерашний, 14 апреля, это прошло сколько времени? Нормально прошло времени. 14 апреля, это прошло 4 месяца, получается, 3 месяца, 3,5 месяца с 1 января, и оттуда 7 октября прошло октябрь, ноябрь, декабрь, 7, ну, 6,5 месяца, полгода прошло, да? Как раз получилось, что мы начали изучать книгу, которая называлась «Сад благодарности». Мы начали изучать 7 октября, как раз вот в это время прошли 120 уроков, и дальше мы прошли уже там 37 уроков вот этой книги «Увеличиваем радость», то есть больше 100 уроков получилось у нас, 150-160 уроков получилось на тему «Как увеличивать радость», «Как быть благодарными», и мне удалось сравнить состояние, у меня есть часы, которые меряют уровень стресса, абсолютно точно замеряющие состояние стресса, да? И в тот раз над Русс Римом были ракеты, и в этот раз над Русс Римом были ракеты, и я вам могу сказать, что в этот раз стресса не было, практически не было стресса, хотя, конечно, я лег спать где-то часа в три, вот, и поэтому сегодня у нас будет урок именно практическое, как применять ситуации, когда что-то идет совсем, ну, стресс, реальный стресс, ракеты, ракеты из рана, что будет, неизвестность, как применять те уроки, которые мы изучали, давайте сейчас разберем пошагово, значит, практика. Вот смотрите, первым делом, когда происходит что-то непредвиденное, нужно понять, что то, что происходит, и то, что вы воспринимаете, это две большие разницы. То есть, то, что, то, что, значит, вот Михаил Дмитриев, мы, он себя объявил, мы, украинцы. Вот читаешь вот такого, ты удивляешься, насколько есть люди, люди с самомнением. Какой-то Михаил из какого-то этого, мы, украинцы, желаем успеха обеим сторонам, пишет на русском. Ну, непонятно, то есть, когда ты воспринимаешь информацию, нужно всегда делать поправку, то, что пишут ее обычно вот такие вот, значит, люди, которые искажают. То есть, это первое, что нужно всегда понимать. Вот в любой ситуации, что происходит, если происходит что-то необычное, то нужно понять, что то, что происходит, и то, что мы воспринимаем через СМИ, через информационные источники, это две большие разницы. Разделить реальность и разделить информационные потоки. Это первое, что нужно сделать. Теперь второе, что нужно сделать в этой ситуации, это вспомнить, у нас был урок, это был у нас инструмент номер 16. Из 16 инструментов, вот Михаил, то, что вы украинцы, например, мы украинцы, вы можете только от своего имени говорить. Вот Михаил, он спрашивает, что изучаем. Мы украинцы, желаем успеха обоим сторонам. Имеется в виду, обоим сторонам вы желаете каким? Ирану и Израилю такого не бывает, чтобы желали обоим сторонам. Ты или определись, или ты за тех, или за тех. А мы украинцы, это вообще заявление очень такое яркое, неправдивое, потому что один человек не может себя назвать мы украинцы, или у него что-то не в порядке с восприятием. Теперь, дальше. Дальше, значит, второе. Вспомнили 13 урок. У нас был 13 урок из увеличиваемой радости. Это урок, что все, что Бог делает, все к лучшему. Значит, мы видим, что ситуация идет непредвиденным каким-то, не тем путем, которым вы бы ее вели, да? Я бы, например, не хотел бы так, чтобы шла ситуация. Честно скажу. Мне вообще не радостно, когда подевают люди, когда разрушается то, что люди строили. Когда жизнь-то ухудшается. Ну, любая война, она ухудшает жизни людей. Я, в принципе, против войны, против насилия, против убийства и так далее. То есть, я не хочу, чтобы так было. Но, когда что-то идет не так, как вы хотите, первым делом нужно снять вот это вот свое сопротивление, потому что я хочу так, Всевышний хочет по-другому. И вот здесь вопрос, вопрос в этот момент. У тебя начинает теряться, теряться у тебя начинает энергия, у тебя начинает теряться сила твоя, да? Или ты на принятии воли Всевышнего, ты как, знаете, вот эти волны, некоторые волны пугаются, а некоторые на волнах катаются. И вот в этот момент, когда идет вот эта вот волна, да, которая на тебя идет, которую ты не ждал и не хочешь, ты можешь или же сказать, что Всевышний, спасибо тебе, я принимаю все твое добро, которое есть, и, значит, я верю, что все к лучшему. Значит, все к лучшему. Действительно, в этой ситуации Иран, который разрабатывает атомную бомбу, Иран, которые, ну, совершенно неадекватные люди, которые убивают, у них 600 смертных казней в год, людей забивают палками на улице, женщин там этих за то, что она без хиджаба, значит, ну, полный беспредел. Значит, действительно, это страна, которая зла, знаете, как сказать, ну, концентрация вот этого зла. Всевышний эту концентрацию, это как нарыв такой, да, и как нарыв убрать, то есть операция. Но у меня просто так, как-то неприлично, должно зло доказать, что оно зло. Поэтому сейчас, например, можно так расценивать эту ситуацию, что, слава Богу, слава Богу, значит, так, убираем вот этого вот Михаила, которого мания величия у него, чтобы не мешал другим. Мы украинцы. Михаила, мы украинцы. Значит, убираем его. Это же очень просто, да, когда человек показывает, что он зло, то тут же есть у мира, есть механизмы, которые это зло, они, как сказать, убирают. Мир существует и мир развивается. Мир – это добро. Бог – это добро. Это исходная предпосылка. Откуда я это знаю? Он это доказал уже. Мир существует тысячи лет. И он увеличивается. Все время мира добра больше, чем мира зла. Поэтому, если на каком-то этапе происходит что-то, что человек расценивает как зло, в этот момент он должен себе сказать, значит, это моя ошибка. Это Всевышний не может делать зла. Всевышний – это добро. Значит, если вот этот момент, мне кажется сейчас, что это зло, это или предупреждение, или урок, или в данный момент что-то сейчас будет к лучшему. Понятно, да? То есть, это первое, что нужно для себя понять, что все, что Бог делает, к лучшему. И тогда сразу же становится легче. То есть, ты ожидаешь от будущего, ожидаешь добра. Действительно, это в данный момент сейчас, ну, я ожидаю только добра от этой всей ситуации. Все. Теперь второе. Второе, да. Вот вы, например, дальше подумали все, что происходит к лучшему. Теперь вспомнили мы 12-й. 12-й инструмент. 12-й инструмент у нас был какой? Среди 19-й, который мы выучили увеличение радости. 12-й инструмент был мне непонятный. Непонятный, самый непонятный, что назывался он «Среди теснин приходит спасение». В теснину приходит спасение. Получается, что действительно, если мы вспомним всю историю, как проходила вся история, да, Яков, праотец Яков, который вышел из дома, и его, значит, преследовал его племянник, Элифас, которого послал родной брат Якова его убить. И Яков, значит, он уходит, и Элифас его догоняет, говорит, я сейчас тебя убью. Яков ему говорит, ну как ты меня убьешь, говорит, ты же мой племянник все-таки. И он говорит, а как я могу тебя не убить? Мне папа сказал тебя убить. Ему Яков говорит, ты знаешь, говорит, давай так сделаем, бедный как мертвый, бедный как мертвый, я тебе вот все отдаю, бери всю мою одежду, все, что у меня есть, забирай, и меня отпусти, вот я голый, значит, и он голый ушел в реку. Ушел он в реку, голый вот так вот вышел. Скажи папе, что ты меня убил, все, и ты это правда, меня нет, считай, все, ничего у меня нет. Элифас говорит, хорошо, вернулся к Исаву, говорит, все, значит, я его убил, он в речке, все, нету его. Хорошо, и вот дальше есть такой псалом, это 121, по-моему, псалом среди псалмов Давида, там звучит так он, значит, Широм Алот, песня восхождения, песня восхождения, Эль Саинай, Эль Аарим, подниму глаза горам, Мэань, Яво Изри, откуда придет мне спасение, значит, песня восхождения, он был на самой нижней ступеньке, то есть уже было прямо так, ну, вообще, жутко ему было, да, он говорит, сейчас я посмотрю, откуда придет мне спасение, спасение от Бога, который сделал небо и землю, оп, и дальше он спокойненько вышел, прошло время, он пришел к Лавану, женился, и с 12 сыновьями вернулся обратно домой, через 22 года, и тут, когда у него 12, возвращается он домой, да, в этот момент Исаа идет к нему, и с ним 400 человек, 400 человек воинов, отряд идет, что его убивать, все, что делает Яков, Яков он молится, он говорит, Всевышний, ты создал небо и землю, ты всем руководишь, ты мне все дал, дал мне жизнь, дал мне мир, я переходил этот Ярден, а он обратно вернулся, перешел Ярден, прошло 22 года, он говорит, я его переходил с одной котомочкой, ничего у меня не было вообще, голый я был, а сейчас я возвращаюсь, с 12 детьми, со стадами, с богатством, ты столько для меня делал хорошего, значит, я полагаюсь на тебя, что все будет хорошо, ну и дальше он послал подарки, Саву, помирился он с Савом, там все было хорошо, следующий момент, который мы вспоминаем, и стеснен, как приходит спасение, братья, они подозревают Юсефа, своего родного брата, что он задумал какое-то зло против них, там зла не было, там не было никакого зла с его стороны, а было желание им помочь, но человек он трактует иногда желание помочь, как зло, и это тоже надо помнить, что мы все время живем в мире интерпретации, мы не живем в мире реальности, мы живем в мире интерпретации, истории, что мы все трактуем, теперь братья трактовали, что Юсеф им хочет зла, и решили его убить, то есть они настолько думали, что он им хочет зла, что они не, как сейчас, то есть Иран думает, что он хочет Израилю зла, Наоборот, Иран сейчас делает Израилю добро. Израиль объединяется, мир объединяется. То есть Иран показывает, что они просто вообще не люди, которые стреляют по своим же. Единственный, кто погиб от этого всего налета, знаете кто? Десятилетний бедуинский мальчик, который вообще, то есть они стреляли над Русалимом, сбивали эти ракеты, им все равно попадают в арабские города, попадают в кого. То есть они чистое зло, им не важно. Они стреляют в сторону Израиля, ракеты падают в Иордании, мусульмане, немусульмане, все это, ну, убийцы, просто они конченые убийцы, эти иранцы. А вот эти вот, которые сейчас у них, опять же, тоже так сказать, они сейчас стоят у власти. Сейчас в Твиттере один из самых популярных хештегов, что иранцы с Израилем, за Израиль. Потому что в Иране минимум там 90% людей, ну, может не 90, 50%, 40, 30, они против этой власти, которая есть в Иране, которая сейчас представляет себя, как вот какой-то неадекватный Михаил представлял себя, мы украинцы. Пишет на русском и желает успеха обоим сторонам, и что-то он думает, что он, это и есть олицетворение, мы украинцы. Также те, которые люди сидят во власти в Иране, которые принимают решения, это кучка каких-то старичков неадекватных, ну, со сдвигами, да, то есть они нормальных нет. Знаете, как есть те люди, которые уже захватывают власть, и они потом ее держат, то они чаще всего люди с какими-то изменениями в психике. То есть нормальный человек, да, норма это большинство, он до власти не долезет, но, к сожалению, нормальный, он, как бы, одной из критерий нормальности, это управляемость. То есть большая, как бы, большая часть людей, там, 80-90% людей, это те люди, которые прошли много десятилетний тренинг подчинения, подчинения системе, действовать по правилам, делать то, что тебе скажут. И поэтому, кто бы власть не захватил, народ тут же поворачивается и говорит, будь готов, всегда готов. Поэтому, как бы, это тоже происходит и в Иране. Обобщение это ошибка, то есть сказать, что все всегда, это вот, по определению, это ошибка. Понятно, да? Значит, ну, если он желал, вот, интерпретация, кто-то в Ютубе говорит, да, что Михаил желал, мы желаем успеха обеим сторонам, может быть, он действительно желал успеха Украине, например, и Израилю, да, но вообще эта фраза звучит, как, когда начинается война, и кто-то говорит, мы желаем успеха обеим сторонам, то он имеет в виду, что чем больше людей погибнет, тем лучше с обеих сторон, да? Ну, как бы, ну, возможно, он имел в виду совсем другого. И это вот я сейчас очень внимательно, как бы, действительно, может, я ошибся, извиняюсь, и, может быть, его надо вернуть, но уже не буду прервать урок. Значит, он смотреть-то может, он комментировать не может. Значит, то же самое с Юсефом было. Братья, они трактовали его поведение как нападение на себя, и они собрались вместе, говорят, надо его убить, он сейчас захватит власть, всех нас уничтожит, люди раньше были пожестче, чем сейчас в своем поведении. И, значит, мы должны первым, в общем, они его решили не убивать, бросили его в яму, из ямы его достали, продали в рабство, в рабстве он был, его потом жена, его хозяина хотела его соблазнить, он не сдался, его в тюрьму бросили, потом он в тюрьме сидел, 12 лет он отсидел в тюрьме, и потом его вытаскивают из тюрьмы, и он дает совет фараону, как спастись от голода, и, спасаясь от голода, спасает Египет от голода. И его делает фараон премьер-министром. И потом, когда братья приходят на земле голод, они приходят в Египет, и он им говорит, не бойтесь говорить, я на вас не злюсь, вы хотели мне зла, а Всевышний хотел мне добра. И там, где вы хотели зла, и вы думали, что вы делаете мне даже зло, хотя они тоже не хотели зла, они хотели защитить себя, но он говорит, ну там, где вы думали, что это зло, я всегда знал, что все к лучшему, Всевышний все делает только к лучшему. И вот вы видите, сейчас я вас спас, я на вас не обижаюсь, миром управляет Всевышний, это была его вера, и мы это сейчас разобрали. Двенадцатый, тринадцатый инструмент из девятнадцати, который мы выучили, значит, насколько одиннадцатый, это верить, что все будет хорошо, двенадцатый, что из плохого вырастает хорошее. И был у нас шестнадцатый, это бетахон и муна, это уповать и полагаться на Всевышнего, что все будет хорошо. Теперь это как бы отношение к ситуации, это когда что-то происходит, твое отношение к тому, что будет, тут уж полностью каждый сам творец, сам кузнец своего счастья, каждый сам творец своих ожиданий от будущего, потому что умудрейший звунец царь Соломон, он сказал нам однозначно, что будущего не знает никто. Будущее неизвестно, и то, что человек думает о будущем, это сто процентов его собственное произведение. И все тревожные люди, если меня сейчас кто-то слышит, кто тревожится о будущем, я вам говорю со стопроцентной ответственностью, не тревожьтесь, не выдумывайте себе плохое будущее. Все, чему вы тревожитесь, все, чему вы тревожитесь, это вы сами себе придумали. Теперь, когда вы сами себе придумываете, что может быть плохо, вы и тревожитесь. Теперь, значит, про будущее мы поговорили, да, полагаясь на Всевышнего, верить, что все будет хорошо, все, что происходит к лучшему, теперь вернемся к настоящему, описание настоящего. Здесь у нас есть очень хороший урок, давайте повторим, посмотрим, какие уроки из вот этих 19 можно применять. Первый у нас был какой? Решение, решение быть радостным. То есть, это первое, если у тебя есть решение быть радостным, у тебя везде написано, be happy, choose happiness, у меня футболочки есть, заказал на Амазоне, выбери радость, то если ты выбираешь радость, значит отлично. Второе у нас было, второе у нас было, что это шутки-прибаутки, да, во время первой, когда было 7 октября, я не шутил, я тогда еще не знал про благодарность 120 уроков, не было у нас уроков радости, я сравниваю сейчас вот реакцию свою на 7 октября и на вчера, ночью то, что было. Сегодня я очень был в позитивном настроении, шутил, у меня жена даже не знала, значит, что происходит, я ей не говорил вообще, и она, значит, спокойно после шабата там она убирала своими, занималась какими-то делами, что-то там слушала свои уроки по психологии, и, значит, и потом легла спать, потом, когда начали стрелять, она говорит, что стреляют, мы сказали, что это учебная тревога, она, значит, все спокойно пошла спать и даже не знала, что это происходит. Поэтому вот этот вот подход шутит, радоваться и веселиться, он, значит, очень сильно, это был второй инструмент, помогает в сложных таких ситуациях, да, когда наступает стресс. Третье, это у нас было, это вести себя как будто бы ты радуешься, да, то есть тоже очень сильно помогает, успокаивает людей вокруг тебя, тебя же успокаивает, то есть ты через внешнее, ты расслабляешься, ты двигаешься, ты веселый, ну, то есть очень хорошо сработало. Четвертое, это у нас была музыка, музыку я не слушал сегодня ночью, значит, скажу честно, я четвертый инструмент не использовал в стрессовой ситуации. Я сейчас просто рассказываю, как 19 инструментов увеличения радости использовать в стрессе, значит, музыку я не использовал. Пятое у нас было капсулы радости, капсулы радости, вспоминай, как было хорошо. Вот тут, значит, действительно, вот так как мне уже 50 лет, и я прожил 90, я помню 90, да, 91 год, когда распадался СССР, 92 год, я помню, вот все вот эти вот были с 92 по 2000 год, когда в 2000 году мы уехали в Израиль, когда в Москве взрывались дома, помните, когда была Чеченская война, вот как раз мы тогда уезжали, и, значит, потом в Израиле была одна антифада, вторая антифада, взрывались автобусы, значит, то, когда ты вспоминаешь именно капсулы радости, капсулы радости, это в любом событии, которое негативное в жизни, да, вот этот стресс, в нем уже есть позитивный заряд, прям моментально, какой? Ты начинаешь больше ценить то, что было, на контрасте. То есть есть очень известный психологический эксперимент, когда ты берешь три тазика с водой, один сильно горячий, второй сильно холодный, и третий комнатной температуры, и ты берешь правую руку, засовываешь в горячий тазик, левую засовываешь в холодный тазик, держишь там 10-20 секунд, и потом вытаскиваешь обе руки, засовываешь их в тазик с комнатной температурой, и с обычной комнатной температурой, но ты ее чувствуешь, это удивительное ощущение, когда у тебя две руки, и одной рукой ты чувствуешь ее как холодную, рука, которая пришла из горячей воды, а другой рукой ты чувствуешь ее как горячую, которая пришла из холодной, и ты понимаешь, что комнатная температура, она не комнатная, она относительно твоего состояния, она может быть или горячей, или холодной, или и горячей, и холодной одновременно. И вот этот вот явный такой вот пример восприятия, что мы воспринимаем все сквозь призму предыдущего опыта, он позволяет в момент, когда что-то кажется негативным, ты вспоминаешь, как ты проходил все негативные периоды предыдущей своей жизни, и как ты радовался, ты вспоминаешь, говоришь, как хорошо было и как хорошо будет, ты понимаешь, что жизнь идет вот этими волнами. Я очень сильно в этот раз вспоминал, и вообще вот у меня пришло это осознание, что со времен Авраама, первый еврей Авраам, про отец Авраам, 4 тысячи лет назад он жил, вся его жизнь была, он вышел из Урказдима, и он пришел, и он вышел, он пришел, он пришел в Египет, и у него вся вот такая вот была семья воина, и это и всегда Всевышний стоял на его стороне, всегда он побеждал, и Всевышний доказал, доказал, что Всевышний Израиль не оставит никогда. В самых тяжелых обстоятельствах, в последние две тысячи лет уже придумать тяжелее обстоятельства невозможно, то есть прессовали со всех сторон, прессинг был в дети вообще, да, мусульмане прессовали, христиане прессовали, земли своей не было, полностью бесправные. И Израиль выстоял две тысячи лет, вернулся, такой же бодренький, такой же сильный, такой же верующий, на том же языке разговаривает, вернулся к себе домой, и римляне почему-то выгнали, то есть никогда здесь не было никакой Палестине, здесь всегда был Израиль, значит, после того, как римляне выгнали евреев, выселили евреи здесь всегда жили, продолжали две тысячи лет, были еврейские поселения всегда здесь, евреи полностью никогда не уходили, и евреи вернулись в 1900, начали возвращаться массово, в 1870 году была первая Алия, вторая, но всегда во всех поколениях, тысячи лет назад здесь евреи жили, есть евреи с теми кладбища, всегда-всегда без перерыва евреи жили в Израиле, но большинство ходило по миру, вернулись домой, все, Всевышний простил, все отлично, даже христианская церковь, интересно, что буквально последние десятилетия католическая церковь, которая как бы была, ну, основной вот эта римская католическая, она так и называется, римская католическая церковь, они, значит, сняли с Израиля все обвинения в убийстве своего лидера, да, Христа, потому что у них были эти обвинения в 2000 лет, но потом они реально посмотрели, его никто же не убивал, были здесь и эти самые римляне, которые правили, если уже на кого обижаться, так на итальянцев, да, что они его убили, а второе, что как бы у них была такая концепция, что евреи в изгнании, потому что Бог на них гневается, но когда евреи сюда вернулись, они уже поняли, что Бог-то любит евреев, поэтому они даже, римская католическая церковь сняла все обвинения против Израиля, сказали, да, Израиль принадлежит Израилю, как бы признали факт, и интересно, в 48-м году есть в Риме, есть такая триумфальная арка, это арка о победе в Иудейской войне, она так и называется, когда римляне в 70-м году нашей эры, они разрушили, именно римляне в 70-м году разрушили, значит, Иерусалимский храм, и они забрали, ограбили, забрали из него всю храмовую утварь, и на этой арке, прям я был там, вот вы можете посмотреть внизу, как идут евреи, которых римляне гонят в Рим, чтобы строить колизей, как раз в 73-м году, евреи, которых вытащили, захватили в плен из Израиля, они построили колизей, и на арке нарисовано, как они несут минору, храмовый вот этот вот золотой светильник, который стоял в храме, и он где-то в Ватикане там хранится в подвалах, да, награбленное, но в 48-м году, когда возникло государство Израиль, вернулось, оно не возникло, оно вернулось на свое место, там, где оно было всегда, вернулось официально, то евреи Рима, они собрались в Риме, и они сквозь арку эту прошли обратно, как бы, да, то есть, изгнание эти возвращается, и я, когда был в Риме, мы с женой тоже прошли обратно сквозь эту арку, значит, очень это было такая символичная, я специально по компасу посмотрел, это как раз дорога из Рима в Иерусалим, то есть, возвращение. И мы видим, что Всевышний нам доказал, что Израиль принадлежит Израилю, ничего плохого с Израилем не будет, и, значит, это вот был у нас какой инструмент? Инструмент этот был пятый, который называется капсулы радости, то есть, вспоминай вот эти моменты, вспоминай моменты спасения, вспоминай моменты личного своего спасения, ты сейчас боишься, что будет что-то плохо, я сейчас перевожу это на любую ситуацию стрессовую, вспомни, сколько раз у тебя были стрессовые ситуации, и как Бог тебя спасал. В этот момент мозг, он как бы фиксирует в настоящем, что все хорошо, и стресс уходит, уходит тревога, что в будущем будет что-то плохо, ты начинаешь полагаться на Всевышнего, и это очень помогает стрессе. Шестой у нас был инструмент, шестой инструмент был, это радуйся тому, что есть. Действительно, в этот момент нужно посмотреть на факты, что 99% вратит было сбито еще на подлете, то есть, в Израиль действительно было в какой-то момент, там все небо в вратитах, то есть, они хотели причинить зло, и это нельзя говорить, что они хотели просто там куда-то ударить по военным базам, они стреляли по Иерусалиму, если бы не было противовоздушной обороны, то весь Иерусалим был бы в ракетах, летели крылатые, огромные ракеты, и мы видим с Божьей помощью, как Всевышний защищает, спасибо Всевышнему, спасибо ПВО, спасибо армии, которые были руками Всевышнего, да, но это Всевышний. И нужно понять, что вот эти вот все чурки, которые там празднуют в этом Иране, если они празднуют, это дебилизм, то есть, они убили одного десятилетнего бедуина, все их ракеты сбили, и что они празднуют? А тех, которые здесь, которые здесь в панике, вы посмотрите правде в глаза, посмотрите на факты, 99% людей ракет сбито, какие-то ракеты упали там на открытой местности, или там, ну, очень жалко, весь Израиль действительно сейчас в трауре, поэтому десятилетнему мальчику бедуинскому, которого убили, но посмотрите правде в глаза, нужно сейчас благодарить Всевышнего, нужно быть в трауре за десятилетним мальчиком, и в радости за 8 миллионов населения Израиля, которые все остались живы. И если бы ракеты не избили бы, то из погибших, было бы там десятки тысяч погибших, из них было бы в Израиле 30% арабов, и Иран стрелял по арабам, которые живут в Израиле, по мусульманам, то есть, это конченые злодеи, которым все равно, кого они будут убивать, они убийцы, то есть, это факт, и это мир, человек, который хочет увидеть факты, он это тоже должен увидеть, он должен увидеть бочку меда, это благодарность Всевышнему за то, как хорошо лично с ним, если ты в порядке, так ты должен прыгать до потолка от радости целый день, возносить благодарственные молитвы, читать псалмы, и кричать спасибо Всевышнему, спасибо армии, спасибо правительству, которые работают, помогают, сидят ночью, и так далее. Это каким надо быть неблагодарным, чтобы во всей этой ситуации, я сейчас говорю про жителей Израиля, не увидеть добро Всевышнего, не увидеть добро и не быть благодарным армии, правительству и так далее. То есть, люди, которые здесь, я сейчас обращаюсь к тем, кто живет в Израиле, нужно убрать вот эту вот, ну, совершенно тупую ненависть, беспричину к тем, кто вас защищает, то есть, ко Всевышнему, те люди, которые молятся, есть в Израиле тоже, главная проблема в Израиле, это неприятие того, что Израиль существует только благодаря милости Всевышнего. То есть, вот как только, мы приехали из атеистической страны такой, да, с атеистической идеологией, из Советского Союза, и очень много русскоязычных жителей Израиля, к сожалению, не видят сути Израиля. Суть Израиля – это только божественное проведение, это только милость Всевышнего. Израиль – это доказательство того, что есть Бог. И когда мы говорим «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль», «Адено и Лейну», «Бог всесильный», «Бог на», «Бог один», «Бог один», да, то вот это вот слово «Шма», «Шма слушай», последняя буква там «Айн», и она в Торе очень большая, она необычно так написана, как кот такой, очень большая буква. А что «Бог один», «Эхад», «Д» последняя, оно тоже написано каким-то очень большим шрифтом, таким, но это кот, оно не должно быть последней буквы в слове «Шма» и в слове «Эхад», они не должны были быть большими, в Торе нет больших букв, это кот. А вместе эти буквы «Айн» и «Далет» это слово «Эд», «Свидетель». И вот когда ты… Израиль – это свидетель того, что есть Всевышний, Всевышний дал Тору, которая для всего мира превратилась в Библию. Всевышний на примере Израиля, само слово «Истраэль» – это прямо к Богу. И это очень важно. В этой ситуации быть настоящими иудимами – это те, кто прославляют Всевышнего. Слово «Леодот» – это благодарный прославляющий. Я хочу сказать спасибо Всевышнему за то, что нам еще раз проявил чудеса. Мы видим, как летит 200 ракет, крылатые ракеты, шахеды, и они все взрываются, ни одно нет. Если мы увидим эти чудеса, то Всевышний и дальше будет делать чудеса. А если мы не видим чудеса, то на контрасте Всевышний нам все время показывает. Вы не видите чудеса, вы неблагодарные, сейчас сделаем чуть похуже, посмотрите, что такое похуже, тогда, возможно, вы будете благодарными. На минуту это помогает. И когда человек ему все хорошо, он не ценит, не благодарит, потом плохо, он кричит «помоги», потом «хорошо», он говорит «спасибо, я сам». Если еще спасибо скажет. Самое главное – это благодарить, это быть радостным тому, что есть и верить, что все, что делает Всевышний, все к лучшему. На этом я хочу наш рак сегодняшний закончить. Божьей помощью, завтра будет у нас урок. И мы дальше будем изучать, как сработало. Вот эти 19 инструментов повторить, могу сказать, как итог работает. Благодарность плюс 19 инструментов, радости, равно отсутствие стресса. Полное отсутствие стресса, полное спокойствие. И благодарны Всевышнему все будет хорошо. Удачи, всем успехов. Встречаемся с Божьей помощью завтра. Я буду на своей страничке, на обычной моей фейсбуке страничке. Значит, я буду сейчас рассказывать, что происходит в Израиле. Буду свои давать какие-то тоже комментарии. Мне очень понравился мой друг Дэвид Роттман. Он дает со своего ракурса. Он большой молодец. Сделал отряд. Вот как раз отряд защиты Иерусалима. Да, Иерусалим свищит. Большой он молодец. Дай Бог ему здоровья. У них сейчас 100 человек, прям бойцов. Только ждут, если, как править свою бойцовскую удаль. Значит, я буду объяснять с точки зрения благодарности, то, что сейчас происходит. Я считаю, что благодарность это лучшее, что может быть, средство, чтобы Всевышний перестал нас пугать. Все, удачи. Счастливо. Есть, конечно, есть в Телеграме, вот Вита Ермилова спрашивает. Есть в Аикра. Наберите в Телеграме этого Аикра. Я буду на именно на ВАикре в Телеграме тоже делать, перепощивать эти видео. И, значит, на своем фейсбуке лично. Все, всем удачи, успехов. До завтра. Счастливо.